Минуты молчания почтили память погибших в теракте в Санкт-Петербурге воины-интернационалисты. Сегодня в Минске прошел съезд Белорусского союза ветеранов войны в Афганистане. Делегаты из разных уголков Беларуси, а также боевые товарищи из России и Украины, говорили и о современных вызовах. То, как не люди, прошедшие войну, знают цену мира. Анастасия Хоботова встретилась с героями-афганцами. А я нажму по счету три гашетку, а там ты огонек своим дыханием растень. Лучшие результаты на стометровке, полосе препятствий и в беге на тысячу метров. А еще самбо и пожарно-прикладной спорт. По всем условиям призывник с такими навыками должен был попасть в пожарную команду вооруженных сил. Но судьба распорядилась иначе. Дмитрий Синько ровно на два года отправился в Афганистан. Слава Богу, в Фергане у нас были хорошие командиры. И в основном были те, кто Афган прошел. Война – это дело тяжелое. И к этому нас подготовили. Солдат лучшей минометной роты. Медалей за отвагу и мужество с той войны домой Дмитрий не привез. Но в памяти остался каждый перевал, каждая боевая вылазка и зима на заставе. И, конечно, имена боевых товарищей, которых в беде точно не бросали. Ну, переписываемся, созваниваемся. Ребята в Пензе у меня живут. Здорово там уже и внуки у них повырастали. Вот Борискин, Серега. Ну, это вообще как из песни. А я в войну играл четыре раза. Очередной съезд – это еще одна возможность достучаться до сердец молодых людей, будущих защитников Родины. И сегодня, когда в мире так остро стоит вопрос безопасности, они не могут остаться в стороне. Конечно, мы осуждаем и не понимаем воинственную политику Соединенных Штатов. Потому что те люди, которые прошли войну, понимают, что лучше плохой мир, чем хорошая война. И брязгать своим оружием – это участь слабых. Сильные никогда не показывают свою силу и не навязывают свою. Это не осуждение, а скорее попытка на своем примере изменить ход истории, воспитать молодежь так, чтобы была уверенность в завтрашнем дне. Они своих в беде не бросают и помогают не раз в году, как на показ, а каждый день готовы прийти на помощь. Каждая встреча для них, как напоминание – какова цена мирного неба. Здесь, на острове слез, сегодня, кажется, все скорбит от тех, кто так и не вернулся из Афганистана. И как память о молодых ребятах – вот этот букет, белые хризантемы и красные гвоздики, как символ невинно пролитой крови.